Вот такая вот картинка по стараль прям, правда засранцы вон моют свои машины, сливают все это дерьмо прямо в речку, которая бежит в Амурке, рядом автомойка буквально 150-200 метров, ну народ так восхитан, что он срет под себя, тут же купаются в этом дети, отдыхают, вон куча машин стоит, но дело не в них, а дело в том, что в силенку сейчас идет огромный бешеный промышленный сток цианида, мышьяка и других серной кислоты, значит всяких эмульсий солнечного горно-обогатительного комбината, ну там несколько комбинатов солнечного горного и до такой степени, что ПДК 140, 180, 70 раз по ним приглашают норму, что дохнет рыба, что улетают птицы, что не растут водоросли, вот картинка, какая была силенка в прошлом году, когда был гальян, ну и другие рыбки, то есть водоросли зелененькие росли, сейчас даже эти водоросли не растут, я кстати где-то месяц назад, когда поехал на рыбалку, я очень сильно отравился, попив воды, выпив котелок чая, меня потом три дня почки и прочее болело, ну серьезно вполне, то есть отравленный лежал трое дне, выводил всеми способами яды и заинтересовался этой проблемой, то есть взял анализы, пробы, померил и честно говоря просто заткните уши и охуел от того, что творит. Поскольку мое здоровье это мое здоровье, а ваше здоровье это ваше здоровье, то в эпоху, так сказать, когда никого не информируют о тех преступлениях, которые творятся, подача вот этих режимов, все это политика экономического путинского фашизма, я вас вот говорю, что ребята не купайте силенки, особенно следите, чтобы у вас дети не наглотались воды, ну а вопросы, вопросы не ко мне, я всего лишь информирую, потому что этой творюшной власти выгодно воровать везде, экономить на все, на вашем здоровье, вот пример город, что творится в городе, ремонт, ремонт по-русски, вот ремонт не где-то на Луне, а прямо в центре Комсомольска, историческая площадь сюда строительная, сейчас ее переименовали, то есть нагло не останавливая движение, воруются деньги, тут же менты рядом, якобы они наблюдают за правилами движения, когда, какие правила движения, когда тут такой бардак, с проезжей частью, тут же учатся водить, видите, в условиях приближенных бардак, все это с наших налогов, с наших, так сказать, отчислений, тех же автомобилистов, если кто помнит, первый фильм про условия жизни, да, в Комсомольске, то вот прошло уже сколько времени, и вот какое отношение по-прежнему к людям, то есть вон там говно вывалили на асфальт, ну то есть этим тварям, как я уже сказал, им реки, все живое, похеру, даже то, что было благоустроено, у них главное отмывалого бабла, то есть они построят бассейн, через год его начнут копать, уложат на асфальт, через полгода его начнут снимать, и чем больше бабла они сопрут, потому что, ну кто вот подсчитает, сколько стоит вот это вот все говно, вывалить, потом свалить, то есть критериев вообще нет реальных, а то, что людям неудобно жить, да насрать им будем, наберут чурбанов каких-нибудь, вон, на стройку, блядь, и будут, блядь, отмывать, вот солярка будет, уходить туда будет, насос поставят, на него спишут в локочку горючки, блядь, вот, все будет, ну и говорить про что-то, про охрану природа, про охрану здоровья там, про то, что людям было комфортно, даже, ну, как понимаете, неуместно, то есть цели такой вообще нет у этого режима, у этой системы, путиноидской, заточенной на то, что просто сосать бабло, блядь, всеми способами, из всего, то есть паразитировать на всем, на людях, на природе, и так далее, на том, что создали до них, на инфраструктуре, все, точка, а чтобы асфальт положить, да, вот эти вот, 120 метров, хер вам, ну и вот этот ебанариум, уже год пошел, один год прошел, да, как все разломали, идет второй год, вот, ебанариум, то есть разломали, все, ох, извините мне, по-другому не скажешь, все, и это будет продолжаться, и пять лет будет продолжаться, вот на этом участке отмыть можно несколько миллионов, пару-тройку джипов, хороших, лексусов, это им выгодно, им, то есть если вот так здраво сказать, да, вот, ну, 150 метров плитки положить, даже можно уже ее положить, это не обязательно такая ширина, прорубить деревья лишние, чтобы была, чтобы они не лезли на дорожку, все, на этом будут, то есть это трем студентам, е-моё, за неделю можно сделать в стройотряде было, в советское время, на этом они будут отмывать, блядь, бешеные деньги. В масштабах страны этот путинский бардак позволяет воровать ахулиарды просто, и это ахулиарды измеряется ваше равнодушие, ваше бездействие, что вам на все вот на это настраивается, что вы не задаете вопрос, это я вот снимаю, да, на свои деньги, там, сюжеты, на свое время, и то, и то меня банят, канал пытаются убрать, то есть пока вы где-то там по вахтам шарухаетесь, на дачках отсиживаетесь, засунув языки в задницу, не показывайте никаких, а некоторые с этого имеют с бардака, да, бегают там, лупить дубинками, там, несогласных потать, и так далее, воровать вот с этих завоза чурок, этих гастарбайтеров сюда, которые тут потом, преступность и прочее, наркомания, ну, ваше 100 весь хрен с вами, ваш лучший контролер, я как бы устал объяснять, и это в городе, в благоустроенном, такой уровень жизни, такой уровень комфорта, то, что за городом, другие фильмы есть, ну, там просто на грани выживания, у меня здорово мужику бывает иногда, просто приходится натурально выживать, потому что, ну, ситуация, не врачей, не это, там, километров 70, ближайший фельдшер, попробуй доберись там, по тайге до поселка, ладно, все, больше, больше не хочется ничего говорить, это, пожалуй, социальная тема будет крайний мой фильм, махаю рукой на все, ну, вам нравится, травиться, ездить по разбитым дорогам, тащитесь с этого, до свидания, это был последний, четвертый фильм, мы живем в говне, Юрич, Юрич вам, как мог, отснял, рассказал, как бы, эмоций тоже бывает, не хватает, вот, какая была живая речка, еще в том году, как мы радовались, с рыбалки, с того, что летают утки, сейчас на селинке не увидите, даже чаек, они летают, ну, ближе к мусью Амура, у моста, не увидите микрофлоры, там, жучков всяких под камнями, не увидите, ну, и отдыхающих увидите, ну, это самоубийцы, которые вот так покупаются, а потом куда-нибудь поедут, с непонятным диагнозом от скорой, потому что скорая, типа, не в курсе, ну, никто ж не орет громко, что там, цианиды бьют, без очистных напрямик этот самый комбинат, хотя, ну, я специально сегодня вот ходил, смотрел на рыбу, да, и анализы делал, как бы, по водорослям, что, ну, все, мертвяк, то есть, может быть, тогда был там случайный вброс, промыло плоти, но при паводке, нет, это все уже сознательно идет. Вот такие вот дела происходят у хищников, у паразитов, которые гадят в природу, и все, и народ для них это разменная монета, и вот такой вот ваш уровень жизни охеренный, да, потреблятство, иллюзия потреблятства, а что вы будете жрать? Мертвую воду, да, мертвая земля, китайцы вас будут кормить тут, не знаю, в общем, вам решать, вы живете, доживаете, вернее, природа, дай бог бы, тоже. Ой, осталось бы.